Добрый день дорогие друзья! На дворе декабрь, значит вот в этом году декабрь у нас удался таким дождливым, не холодным. И я хочу с вами поговорить о том, чем заниматься на своих дачных участках. Многие люди думают, что с наступлением холодов, когда собран весь урожай, значит произошла обрезка деревьев и кустарников, то на этом все заканчивается. Однако это не так. В декабре необходимо также провести ряд профилактических работ. И в первую очередь это связано с вашими деревьями. Именно в декабре необходимо первый раз, да-да, я напоминаю и подчеркиваю, что первый раз пройти известью, значит таким концентрированным раствором, кора деревьев ваших, значит молодого сада или уже взрослого сада, необходимо покрыть известью, вот как можно выше. Значит в декабре первый раз, в январе второй раз и в феврале в третий раз. Выбирать нужно температуру плюсовую. Почему это необходимо делать? Таким образом мы убиваем все болезнетворные микробы, которые прячутся в коре и которые могут нанести вред вашему саду на следующий год. Значит я сегодня прошла все свои деревья, у меня сад молодой, два раза. В следующий раз я это сделаю в январе. Это рекомендация агрономов, еще также подчеркивает, что таким образом можно спасти деревьев от зайцев, если в вашей местности они есть. В нашей местности зайцев очень много. Вторая рекомендация, что необходимо сделать в декабре на дачных участках. Если у вас молодой сад или есть молодые саженцы, их корневую систему необходимо хорошо защитить от морозов и от вредителей. Это можно сделать при помощи сена, соломы и при помощи опилок. Я вот сейчас утеплила два дерева. Одно дерево молодой саженец, вот сливка у меня утеплена, подсыпала под корневую систему я опилки. Видите как? А то дерево, значит, я подсыпала сено, солома. У меня солома, я заготавливала заранее. Это солома. Так я сейчас пройдусь по всем деревьям и вот так вот утеплю. Еще одна последняя рекомендация, что нужно сделать зимой в декабре на ваших дачных участках, это также спасти себя от нашествия грызунов на следующий год. Что я для этого делаю? Я приобретаю ни семена, ни всякого рода отраву от грызунов в виде крыс и мышей, а подушечки. Сейчас я вам их покажу. Вот такой вот набор, гремучая свесь, пахнет он как карамелька. Вот такой вот подушечки хватает, чтобы погибла вся семья. Причем эта гремучая свесь мне нравится тем, что они, когда погибают, не воняют мыши, а они мумифицируются. Вот если есть возможность, приобретите. Стоит она у нас 45 рублей, это очень дешево. Значит, что для этого надо? Как подушечку бросить в места, теплые места, куда могут спрятаться ваши мыши. Если это дача, то в дачное помещение. Если у вас есть сарай, гараж, то да. Помимо этого, я еще эти подушечки размещаю в норах. Вот я вам хочу показать, у нас в этом году нашествие мышей из-за пожаров. И я вот так вот кидаю. Посмотрите, это вот возле моего забора, с наружной стороны, сколько нор. Я вот так вот кидаю. Посмотрите, это, конечно, катастрофа. В этом году у нас в Волгоградской области страдают все от мышей. И мне приходится за двором практически травить мышей всей нашей поймы. Но чтобы мне спасти будущий урожай, на следующий год приходится это делать. Но опять же я вам скажу, вот эта подушечка одна, она хватает, чтобы убить одну-две мышиной семьи. Поскольку достаточно один раз ее укусить, чтобы через 2-3 дня мышь мумифицировалась. И едят они ее очень хорошо. Она обладает неким таким притягивающим ароматом. И если дождь, снег на улице, она не раскисает. В отличие от пропитанных семян. Значит, вот это последняя моя рекомендация, что сделать нужно в декабре. Первое. Утеплить корневую систему деревьев. Второе. Обязательно пройти густым раствором известью. И третье. Значит, разбросать по своему участку, там где могут скапливаться мыши, вот этой, ну вот этой, либо какой-либо другой отравой. Вот, дорогие друзья, собственно говоря, и все, о чем я хотела посвятить свой короткий видеообзор, что необходимо делать, значит, зимой на вашем дачном участке. Всего доброго. До свидания.